Итак, продолжаем обрабатывать бедро. Вот мы прогнали лимфу, да? Вверх я просто быстро показываю. И далее, поскольку очень важно обращать внимание на ноги. Если вам видно, я потом отдельно сниму ролик, как мы работаем с ногами, потому что положение корпуса здесь очень важно. Прямо крайне важно ваше, собственно, положение корпуса, поэтому будьте внимательны. Вот они стояли широко, да? Я на них как бы пританцовывал, вот так вот с коленки на коленку приседал, да? При этом и корпус работал вперед-назад плечом, вперед-назад, да? Далее, не меняя положение ног, мы переступаем на одну ногу, а вторую разворачиваем вперед. Ну, практически параллельно столу и параллельно положению тела человека, да? Для того, чтобы опять проходиться по бедрам, а вес тела переносить на переднюю ногу. При этом видите, что получается? У меня руки всегда находятся на точке Дантьянина, по-китайски называется, на 4 сантиметра ниже пупка примерно находится. И вот все работающие моменты мы делаем вокруг этой точки. Таким образом мы не теряем свою энергию, бережем спину, видите, спина прямая. И работаем за счет собственного энергии и собственного импульса. Гораздо сильнее, мощнее, профессиональнее это все выглядит. Поэтому вот смотрите дальше, как мы это применяем, да? Встали. Ну, если вы оказались немножко близко, можно полшага отступить назад. Отступили и сразу развернулись. Как я говорил, мы уже делим ногу пополам, вертикально, да? На внутреннюю часть и внешнюю часть. И здесь пальчиками, прямо от складки, от колена вот этой складки, да? Только сильно не надавливая именно в этом месте. Здесь лимфоза находится, на них сильно, и сильно их пережимать нельзя. Но выше мы берем и продавливаем вот такими круговыми движениями вдоль всех этих мышц, стараясь их как раз разделить как бы на две половинки, сюда и сюда. Разделяем и упираемся как раз в место, где сгиб косточки идет бедренной. Там же очень много мышц соединяются, и там же всегда лишь нерв проходит. Поэтому эту точку, акупунктуру, мы также прожимаем. Сильно. Это бывает не больно, если человек здоровый. Не больно? Нет, вообще не больно. Вообще никак не чувствуется. Если там, конечно, есть седальщий нерв застужен или воспален, он будет болеть. Также мы прорабатываем и седальщий нерв, и кровеносные, и лимфососуды здесь. Также лимфососуды идут вот с этой стороны. Тут бывает больно. Нет, не больно? Ну, человек полностью здоров, тем более, а спортом занимаюсь. Здесь ему вообще не больно. А некоторые, прямо даже легонечко касаясь пальцем в этом месте, уже прямо стонут, орут иногда даже. Вот. Сразу, ну, продавили, да, видите, я на ногу заднюю вернулся. Руки превращаются в лапу леопарда. И делаем шестеренки. Вот такие, то, что я вам показывал. Прорабатывая обе стороны бедра. Если хотите усилить движение, да, то одной рукой придерживаете, а другой рукой силой проходите вверх. И заканчивается движение вот там, в подошлом впаде. Потом эту рукой придерживаете. И другой рукой по внутренней части уже. Опять проходите сверху и заканчиваете движение вот там. Далее мы берем, опять же, это лапу леопарда. И стараемся приподнять все бедро, отрывая его от стола практически. Вот так. Два. Три. И вот, четыре. Получается, четвертый проход вместе с ягодицей. Опять же, смотрите, чтобы не напрягать, не перенапрягать, вернее, себя, собственно, спину, да, я тут работаю бицепсом. И это опять упражнение относится к моему уроку фитнес для массажистов, когда мы берем вот эту ткань человека, да, и используем ее как тренажер для себя. А человек-то все равно, он же не видит, что мы сзади делаем. Он, по сути, и так получает свою пользу и удовольствие. Смотрите еще раз как. Я кулачками приподнимаю ногу, да, то есть зажал ее, закрепил, положу на бицепс и бицепсами подвожу тело к ноге. Следующий раз. К ноге, видите, третий раз и четвертый раз. Вот. Еще раз повторяюсь, нюанс в том, что не вы корпусом угоняетесь, да, а вы за счет бицепсов пытаетесь соединить бедро и свою грудную клетку. Вы за счет бицепсов это поднимаете, немножко приседая на ногах. Достаточно серьезное физическое упражнение, я бы даже вспотел. И таким образом, пока у вас, например, клиентов много, за целый день проходит, да, вы заменяете вот эти тяжелые физические нагрузки с телом человека на упражнения для самого себя. Вам не нужно будет ходить в фитнес, не нужно будет дополнительно как-то подкачиваться, потому что прямо во время массажа вы это сами можете делать для себя. Теперь повторите это упражнение сами, а дальше в следующем видеоролике мы перейдем к икроножным мышцам. Продолжение следует...